Ну что, дорогие украинцы, я вас поздравляю. Херсон взят, Херсон пал. На центральной площади Херсона народное торжество. Над центром города украинский флаг. И это произошло гораздо быстрее, чем все ожидали. Ну а некоторым дорогим россиянам, тем, которые любят вылизывать задницу своему недоделанному президенту, что могу сказать? Просралевый Херсон. Вместе с Путиным, с Шойгу, с Суровикиным и всей этой кодлой. И никогда он больше не будет российским. Что бы там ни говорили отдельные путинские шавки. Это же надо. 41 день всего прошло с того момента, как Путин провозголосил Херсонскую область неотъемлемой частью территории России. И через 41 день центр этой области вернулся в лоно матери Украины. Знаете, я прошу у вас прощения за то, что не могу сдерживать сейчас твои эмоции. Понятное дело, журналист должен быть над этим. В конце концов, чуточку над схваткой. Но я сейчас торжествую. Я не объективен. Вот, по крайней мере, в этой первой части разговора. Сейчас постараюсь взять себя в руки и говорить дальше с вами более-менее спокойно. Что могу констатировать? Ну, я, конечно, не военный эксперт, но не нужно быть особенным военным экспертом для того, чтобы констатировать. Это был не какой-то хитроумный маневр, не плановый отвод войск с правого берега Днепра на левый. Это было, судя по всему, под самый конец уже самое настоящее бегство. Послушайте. Когда 9 числа мы наблюдали по телевизору, как была разыграна театральная сцена, или там театрализованное представление с выступлением Суровикина, явно по суфлеру, с ответами, которые Суровикину давал Шойгу, тоже явно по суфлеру, ну, никто не предполагал, что все дальше будет развиваться так стремительно. Даже руководители вооруженных сил Украины высказывали явный скепсис. Вот министр обороны Алексей Резников тут же заявил, что он, честно говоря, не верит, что так быстро уйдут русские из Херсона, потому что, по его словам, на это должно понадобиться дней 10. И начальник военной разведки, главного управления разведки Министерства обороны Украины, тоже примерно в таком же ключе высказался Кирилл Буданов, что он пока скептически относится к перспективе полного ухода русских войск из города, с правого берега Днепра. Но, судя по всему, действительно все они ушли. Подорвали Антоновский мост, два пролета его упали в реку, но при этом, говорят, под конец уже чуть ли не воевали промеж собой из-за места на плавсредствах. И в огромном количестве побросали технику. Тут я вот кое-что себе пометил. Поразительные есть цифры, что вот только в ходе этого наступления несколько десятков единиц бронетехники, целехонькие. В том числе некоторые прямо на понтонах брошенные достались вооруженным силам Украины. Там есть и танки Т-72 и Т-80. И на каком-то одном из видео видно, это пока, правда, не подтверждено, что и танк модернизированный Т-90М достался за СУ. И система реактивного залпового огня ГРАД, одна из последних модификаций, теперь будет служить вооруженным силам Украины. Я не говорю уже о БМП-1, БМП-2, о самокодных артиллерийских гаубицах. В общем, арсенал вооруженных сил Украины в результате вот этого блестящего маневра российской армии явно пополнился. Ну, дорогие россияне, вы не расстраивайтесь, главное. Сейчас военные заводы заработают в три смены. Ну, нельзя же, чтобы при следующем отступлении украинской армии ничего не досталось. Надо ее как следует обеспечить. Ну, простите уж эту мою иронию, этот мой сарказм, но, право слово, никто не ожидал, что вот эта вот перегруппировка, перебазирование российских войск с правого берега на левый превратится вот в это такое бесславное бегство с большими, судя по всему, еще и человеческими потерями. Что мы имеем теперь в сухом остатке? Ясно, что похоронены надежды российской армии, похоронены надежды кремлевского руководства наступать на Николаев, на Одессу и дальше двигаться в сторону Приднестровья, отрезать Украину от Черного моря, соединить с сухопутным коридором Ростовскую область с этим самым Приднестровьем. Вот этого уже не будет никогда. С другой стороны, теперь у Вооруженных сил Украины есть все основания для того, чтобы готовиться к новому наступлению. Не знаю, когда она начнется, это могут вам сказать только военные эксперты, может быть в ближайшее время, может быть зимой, в зависимости от погоды, а может быть в следующей весной. Но совершенно очевидно, у Вооруженных сил Украины есть реальные возможности для того, чтобы теперь наступать и на Мелитополь, и в направлении Мариуполя, и в направлении крымских перешейков. А дальше вполне реальным становится перспектива освобождения аннексированного в 2014 году Крымского полуострова. Конечно, политический урон колоссальный. Я считаю, что это самое большое, самое тяжелое поражение Путина за все месяцы войны, которую он развязал против Украины 24 февраля этого года. Да, конечно, большим поражением был вынужденный отвод войск от Киева, провалившаяся попытка захватить украинскую столицу за три дня. Конечно же, болезненным поражением стало контрнаступление в этом сентябре, в сентябре этого года в Харьковской области. Конечно же, неудача на Донецком направлении. Уже смешно читать вот эти победные реляции о том, что на 100-200 метров там продвигаются бойцы ЧВК Вагнер на отдельных направлениях. Это, мол, нормально в условиях современной войны. В условиях современной войны нормально вот по десятку километров иногда проходить в день, как-то делают ЗСУ. Пора у них учиться уже, ребята. А то совсем поздно будет. Я вот так позволю себе заметить. Ну и, конечно же, вот вся эта история с этим театрализованным представлением в Министерстве обороны, когда Суровикин предлагает уйти из Херсона, Шойгу это предложение утверждает и тем самым берет на себя всю ответственность за практически самое большое болезненное поражение, которое служило за всю войну, болезненное политически, потому что, еще раз напоминаю, это был единственный областной центр, взятый российскими оккупационными войсками за всю войну. Это был единственный большой украинский город, который до начала войны население его составляло почти 300 тысяч человек. Единственный большой такой город, который временно попал под контроль русских. Ну и, конечно же, это был город, который был провозглашен чуть ли там неотъемлемой частью России, исторической столицей российского юга. Чего они там только не говорили, эти российские пропагандисты. Я уж не могу сейчас точно воспроизвести весь этот бред. А сейчас они бьются в истерике. Посмотрите, что наговорил пресловутый Дугин, который якобы имеет там колоссальное влияние на Путина. Я, честно говоря, в то, что на Путина Дугин имеет колоссальное влияние, не верю. И в свое время говорил подробно об этом. На мой взгляд, нет ни одного доказательства, что Путин с ним встречается, его выслушивает, дает ему какие-то поручения, следует его рекомендациям. Очевидно одно, что вот господин Дугин сейчас бьется в истерике и даже, по сути дела, угрожает убить Путина, потому что вот цитирует какую-то работу старинного 19 века английского ученого, антрополога, этнолога, культуролога Джеймса Фрейзера, который описывал традиции и обычаи племен древнего Египта. Вот они поклонялись царю дождей, но этого царя дождей могли убить, если дождь не выпадал. И вот, когда Путин пишет, что участь царя дождей должна покинуть, должна настигнуть Путина, если он совершит какого-то там перелома в этой войне, то, вы знаете, по-моему, Дугиным пора заняться людям вроде Бортникова и Патрушева. Вот это, мне кажется, по их части не геополитикой заниматься, там не кататься по разным там Тегеранам и Пхеньянам в поисках недостающего российской армии оружия, а разбираться с людьми, которые угрожают убийством действующему президенту Российской Федерации. Ну и, конечно, судя по всему, Путин в очень тяжелом ситуации. Он пытается сделать вид, что он ни при чем. Ну, кто же поверит-то в то, что решение оставить Херсон было принято без его ведома, без его согласия. Сколько бы он там не прятался от публики, сколько бы его этот самый пресс-шут Песков не говорил, что мы считаем по-прежнему Херсон русским городом, который попал под украинскую оккупацию. Ага. От мертвого осла уши вам, любезный Песков, а не Херсон. И говорят, уже у вашего шефа на столе лежат предложения по поводу переговоров. Вот об этом, в частности, написал довольно подробно телеграм-канал Генерал СВР. Ну, я честно соглашусь с тем, что в прошлом не раз выражал немалый скепсис по поводу того, что пишет этот популярнейший телеграм-канал, но в то же время констатировал, что порой информация Генерала СВР весьма и весьма соответствует действительности. И вот в данном случае готов поверить тому, что Генерал СВР пишет. А именно, Россия выводит все войска с территории Украины, Крым полностью демилитаризованная зона, там остается только стрелковое оружие. Черноморский флот Российской Федерации покидает Крым. Сухопутная граница России и Республики Беларусь становится с демилитаризованной зоной 100 километров от российских тяжелых вооружений. Шесть стран якобы готовы гарантировать взаимное ненападение России, Украины и Белоруссии друг на друга. Приднестровье, так на секундочку, переходит под контроль Молдовы. Россия может получить гарантию невступления Украины в НАТО в течение семи лет. Крым, точнее вопрос о статусе Крыма, откладывается также его решение на семь лет. Ну, разумеется, это очень предварительное предложение и совершенно не факт, что украинская сторона с ними согласится. Но очевидно, что с Путиным начинают говорить совершенно по-другому. С позиции силы. С ним говорят, как с человеком, который потерпел стратегическое поражение в этой войне, сдав Херсон. Ну, а что касается перспектив каких-то переговоров, каких-то соглашений, вот президент США Байден, только что выступая на пресс-брифинге, дал понять, что переговоры, конечно, возможны, но никаких переговоров без участия и согласия Украины быть не может. Ну, а что будет дальше, посмотрим. Будем наблюдать с чрезвычайным любопытством, как все будет развиваться. Вполне вероятно, что развиваться все будет весьма и весьма стремительно. На этом все. Это был Евгений Киселев на своем одноименном канале. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!